приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами не про игру а про новый монитор который я себе купил поэтому розыгрыша золота в этом видео не будет в этом видео будет рассказ про то какой монитор я купил зачем почему нравится не нравится плюсы минусы какой-то там распаковки или что-то там еще и делать не буду сделал две фотки выложил в группе вконтакте и принципе все сделал фотку коробки сделал фотку самого монитора распаковка там абсолютно не интересная поскольку комплектация максимально небольшая о чем принципе надо вот монитор вот стойка вот ножки к стойке три болтика один из которых и так уже вкручен все также еще пакетик с проводочками и с бумажечками принципе мне больше ничего не надо что туда еще надо положить акваланг звездолет пулемет унитаз что там должно быть принципе там больше ничего не должно быть и так что за монитор 2k монитор 27 дюймов разрешение 2 560 на 1440 это в принципе так понятно 144 герц всякие там invidia amd фресинг шмресинг какие-то там сглаживания не заложивания все от этого буда есть она сразу включена она работает картинка гладкая плавная все супер классно какая-то там технология анти мерцания ничего не мерцает я не проверял мне пофиг настроек очень много они удобные настраиваются одним джойстиком который посерединке под мониторчиком спрятан очень удобно все видно все понятно настроек очень много есть пред настройки очень много профилей можно сразу что-то выбрать и вообще даже не вникать в настройки в комплекте идет сразу хороший провод дисплей порт который втыкаешь сразу 144 герца есть поскольку если бы какой-то убогий провод положили 144 герца бы не было единственно что провод не особо-то длинный особенно у зарядки точнее у питания но да бог с ним перед тем как этот монитор покупать я посмотрел на него обзоры и во многих обзорах принципе там все одно и то же говорят монитор бюджетный монитор супер классный монитор имеет три минуса я купил монитор все что во всех обзорах одно и то же говорят все то же самое у меня все три минуса на месте все плюсы на месте бюджетность и классность монитора на месте поэтому я вообще не вижу смысла снимать какой-то там обзор распаковку на этот монитор, поскольку в коробке сам монитор с ножкой и в пакетике проводочек. Что тебе там еще надо? Ну, книжечка, может, я ее даже не открывал. Следующие минусы монитора. Длинные большие ножки, они есть. Хорошо монитор на них стоит? Ну, конечно, хорошо. На таких ножках можно, я не знаю, дом поставить, он будет стоять. Хорошее ли крепление? Ну, там болтиками прикручивается, там два, там один. Держится крепко, всовывается надежно. Стоит и стоит. Некоторым в обзорах не понравилось то, что там монитор держится на двух болтиковинтиках, а сколько их там должно быть было, бы три, ничего бы не изменилось. Сам монитор красивый, сзади красивый, я на него сзади никогда в жизни смотреть не буду, пускай стена любуется задом монитора. Очень тонкие рамки, приятные, красивые, все кайфово, монитор стильный, крутой, 144 Гц, в игре сразу ощущается, все намного плавнее, четче, лучше видно. Разрешение 2К 2,560 на 440 сразу же дает преимущество того, что очень большой угол обзора, все видно, все классно, все офигенно. Детализация, все везде до мельчайшего, вообще пикселечка, все можно разглядеть. Причем движение в онлайн играх у врагов стало намного понятнее, четче, быстрее понимаешь, что происходит. Такое ощущение, что раньше, когда играл на мониторе 60 Гц, как будто бы половина кадров ты пропускал, и соперники в онлайн играх, они как бы делали одно действие, а потом резко у них другое начиналось, и ты просто за счет опыта должен был понимать, соображать, что там происходит на самом деле. Сейчас же я прям вижу, что там делается. Мне это очень нравится, это того стоило, поскольку игра прям как-то лучше видится, лучше стреляется, все плавнее, быстрее, четче, круче. Это реально того стоило. Мне очень нравится. Очень смешно смотреть теперь на новые менюшки маленького размера. Карта какая-то не такая, я ее увеличил, и на таком разрешении мини-карты как-то смотрятся немножко по-другому. То ли детализация, то ли цветность у них какая-то не такая. Так, первый минус я сказал про ножку, и дальше меня куда-то понесло. Второй минус монитора, это, как и у всех IPS-матриц, это засветы по краям. У других матриц таких засветов меньше, забыл как они там еще называются, но у IPS есть проблема в том, что на полностью черном экране по краям светлое. Эта проблема есть, когда загружается компьютер, когда он включается, и при загрузке экран полностью черный, видно по краям светлое. Больше это светлое я не вижу никогда. Где оно там есть, где его там нет, мне все равно вообще, я больше его никогда и не замечал. Если бы я во время загрузки отворачивался бы, я бы не знал, что эти засветы есть. Также еще есть проблема в том, что если очень сильно под углом посмотреть, что-то там сбоку искажается. Как так сильно можно под углом сидеть, играть, смотреть видосы или еще что-то делать за монитором и смотреть сбоку, я не знаю. Смысла в этом никакого нет, это не минус, а полная фигня. Короче, мы поняли, что есть некие минусы с засветами и углами обзора, но если ты сидишь прямо перед монитором, а во время загрузки Windows закрываешь глаза, то это вообще не минус. Ну и последний минус, это то, что при настройке очень выкрученная насыщенность, то есть цвета чрезмерно яркие. Я в видосах это видел, я зашел в NVIDIA и в настройках NVIDIA насыщенность на 10 там или на 5 процентов убавил и стало вообще идеально. Также еще яркость сделал чуть поменьше, очень сильно поменьше, потому что монитор ну яркий. В принципе все. Все, что я сделал, это в NVIDIA насыщенность убавил и яркость открутил поменьше. Можно еще выбрать гамму и темп черного цвета или что-то там такое. В общем можно сделать, насколько черный черный. Прям чтобы вообще в черном ничего нельзя было различить и деталей там никаких не было, но просто было максимум черное. Либо сделать, чтобы оно было серенькое, детализированное, чтобы там было понятно. Очевидно, что в играх нужно в тенях и в черном что-то различать, что-то понимать, поэтому я настроил так, чтобы было мне видно и понятно. И с уменьшением насыщенности цвета стали просто идеальные. Все четко, обалденно, монитор 27 дюймов. Мне не кажется большим после 24, но он явно намного больше. Никакого дискомфорта в большом размере я не вижу. Играется хорошо, нормально. Я полностью доволен монитором. Это не реклама, это просто я делюсь с вами своими впечатлениями. Кстати, я не помню, говорил я название монитора или нет. Это LG UltraGear 27GN 800B. Посмотрел несколько обзоров, там около трех. Во всех обзорах одно и то же, одна и та же распаковка, одни и те же минусы, одни и те же плюсы. Все как один говорят, что монитор бюджетный и классный. Для меня лично это не бюджетный монитор, это прям ощутимая цена для меня. Там вроде в ДНС я видел по скидке он продается. Конечно, по скидке было бы неплохо его взять, но ДНС у меня нет, поэтому пришлось брать там за 29 косарей. У кого-то может он будет стоить там 22 тысячи, 26, 29 со скидкой, без скидки. Сами разбирайтесь, за сколько было, за столько и взял. Для меня это ощутимая цена, для меня это не бюджетно, но люди говорят, что в данном сегменте данный монитор с такими параметрами один из самых дешевых, поэтому можно считать его бюджетным, поскольку другие мониторы с такими же параметрами строят еще больше. В принципе, можно согласиться, да. Получается, это бюджетный монитор, если с такими параметрами выбирать. Я монитором полностью доволен, все минусы я пофиксил сразу с ходу. Желаю монитору долгих лет службы, работы с кайфом. Надеюсь, он меня будет радовать очень долго. Ну и может быть, для кого-то это будет ответом на вопрос, стоит ли покупать монитор для игр 27 дюймов, 144 Гц, 2К с разрешением 2560 на 1440. Конечно же, да, стоит. Если ваш компьютер выдает больше 144 фпс. Если он не выдает столько фпс, то вы в игре, наверное, не ощутите той плавности, четкости и кайфа от картинки, поскольку нужен такой же фпс, как и герц и у монитора. У меня компьютер выдает много фпс, намного больше, чем 144, поэтому картинка ощущается супер обалденно. Я очень рад и доволен. Может, конечно, по голосу я должен быть более счастлив и доволен, визжать и кричать, но живу я не один, а люблю покричать, повизжать и поугарать, когда с друзьями мы общаемся, шутим, прикалываемся. Вот тогда я могу поорать, повизжать. А здесь я просто с вами спокойно разговариваю. Но можно было заметить по первому стриму, когда с этим монитором я играл, что у меня намного меньше пригорало. Я больше разглядывал игру, как-то по-новому все смотрелось. Кайфовал от моментов со стрельбой, все было плавнее, четче, интереснее, прикольно. Как-то меня это отвлекало от душности игры. И даже за стрим я толком ни разу не пригорел, хотя в рандомчике мы поиграли крайне не очень. Танк супер слабый. Я сейчас не про Минотавра говорю. Мы играли на колеснике британском 10 уровня. Средний танк, он очень слабый по параметрам. И по идее у меня на старом мониторе, наверное, жопа бы сгорела за стрим миллион раз. Но на этом мониторе она практически ни разу не загорела. Я просто спокойно на все это смотрел и больше разглядывал, как игра по-новому выглядит. И кайфовал от ощущений новых, которые появились во время стрельбы. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Первое впечатление от монитора я вам в этом видео передал словами. Я доволен на 100%. В конце, конечно, хочу поблагодарить всех, кто поддерживает канал донатами. Весь компьютер, который у меня собран, все, что есть, это все благодаря вам. Спасибо вам огромное. Очень щедрая поддержка. Многие годы. Дай Бог вам здоровья, счастья, успехов. От души меня время от времени радуете. Поэтому всего вам наилучшего. Оказывается, это еще не конец. По горячим следам прям только что был обнаружен еще один плюс. Когда я начал монтировать видео, оказалось, что места стало намного больше. Стало просторнее. Больше всего влазит. Больше дорожек я вижу на экране. Раньше не все дорожки влазили в экран и монтировать было тяжело. Как минимум это было неудобно, поскольку некоторые дорожки я попросту не видел и монтировал так. Чисто по интуиции. Сейчас все будет намного удобнее. Пространства стало больше. Как будто бы я из однушки переехал в четырехкомнатную. Сразу делюсь с вами впечатлениями о том, что еще и монтировать стало удобнее. Но это, наверное, плюс любого монитора с 2К разрешением после разрешения 1920 на 1080. Где все мало, узенько, ничего никуда не влазит. А тут прям с кайфом. С вами был Варчик. Горать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok